Всем привет дорогие друзья, сегодня мы поиграем в Ascent Hand of Count. Проще говоря, игрушка которая была выпущена довольно таки давно, можно сказать. Это наверное год 2004, и вот пришло время её портировать на ПК. Она когда-то давным-давно вышла на Xbox, и помню, была довольно таки крутой. Тут переработали графику, немножко переделали движок. Это игра, грубо говоря, про служение богам. Что ж, давайте пока начнём. Давайте на базик, чему бы и нет. Так, комбат. Это обучение, как вы видите. Так, ладно. Хер с ним. Давайте начнём игру. Создать хаос. Мы создаём Титана. Так, у нас есть 3000 душ, которые мы можем потратить на его создание. Как видите, нас призвали вот такие вот маленькие человечки. Которые, возможно, поплатятся за то, что они сделали. Как я уже говорил, это игра про служение богам. Так, ну давай, ты будешь нормального цвета кожи. У нас есть первоначально путь, который предрешит наши действия. То есть, либо мы будем, ну, тут все боги, в принципе, кровожадны. Но, либо мы будем таким относительно дядькой, который постольку-поскольку вмешивается в жизнь своих подданных. Либо тот, кто как-то желает их контролировать. Либо тот, кто желает их уничтожить. Тут, в принципе, все просто. Кастомизация персонажа, как вы видите, не очень такая переборчивая. Все-таки 2004 год. Что тут можно хотеть от игры? Так, давайте-ка выберем себе какую-то броньку. Как видите, я преимущественно все выбираю в... За бесплатку, потому что хочется оставить побольше паблишка на кастомизацию. Так, ну тут 2000 тратить на доспехи, это просто кощунство, по-моему. А это какое-то говно, а не доспехи. Ну, давайте вот сюда, в принципе, 600 отдадим. Приобрести и снарядить. Она полностью на английском. Русификатора, насколько я знаю, пока что нет. Но до русик, в принципе, не особо важен в этой ситуации. О! Нордическое. Крутое. Не, ну это говнище. Это тоже говнище. Вот это классно. И вот это классно. Ну, блин. Да, давайте вот этот возьмем. Похер. Что денег таких стоит. Так, 1400. Лучше бы поберечь, в принципе. Хотя, чё его там беречь? Всё равно всё на кастомизацию уйдёт. Вот это вот сюда можно преобразить. Так, 500 монет, да? Или тут 800 отдать. Но какие-то тогда голяцкие придётся... А, не, придётся сэкономить. Потому что, блин, ещё же оружие нужно выбирать. Оружие ж по-любому тоже нам бесплатное хорошее не дадут. Так, давайте вот перчатки фришные выберём. Блин, боты крутые. Типа, а-ля Darksiders 2. Там тоже были такие массивные боты, чтобы топтать всех. 500 монет, 500 монет, 500 монет. Ну, давайте что-то вроде таких обмоток. А, да. Как я и думал. Сука! Ёпта! 1600 нужно. Самый дешёвый, да? Блин, придётся... Откатиться немножко. Ага. То есть это всё равно ничего не изменит, да? Продать я его обратно не смогу. Верно? Да, верно. Обломчик. Что ж. А чё это за ножичек я держал только что в руках? Чё это за несчастье такое было? Ладно. На меч, как вы видите, не хватает. Тут есть донат-система, но это не то, что нужно для первого взгляда на игрушку. Что ж, мы в принципе создали персонаж, поэтому... Теперь давайте выберем имя. А нести он будет Хаос. И имя ему будет, наверное, Легион. Чему бы нет. Конферн. Люди призвали нас. Вот так вот, собственно, выглядит графика в этом мире. Детализация неплоха. Она не ужасна. Что это такое? Короче, кнопочкой С он начинает кричать. Смотрите, а эти люди, они уворачиваются. Они, походу, чё-то знают. Ну? Хм. Ладно. Ух ты. Прикольно. Так, а что это у нас такое? А-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А, это типа лучшие игроки, да? А это три наших пути, соответственно. Так, что это такое? Это, наверное, лучшие игроки... Ой, пардон. Лучшие игроки... Бога. Так, а что это такое? Всё захвачено... Тьмой. Угу. Я могу, например, как-то... Мью Чемпион. Вот оно как выглядит, да? То есть, это лучший игрок... Тёмного Лорда. А это, получается, лучший игрок... Пардон. Чё-то тут как-то всё сложно. Мью Чемпион. Вот. А это... Лучший игрок Света. То есть, понятное дело, топовые статы и вся херня. Но такое есть. Это какой-то средний бог. Какие-то у него странные доспехи. Что-то похожее на такое... Кибернетическое даже. Ну ладно. Смотрю, полно всяких... Скорее всего, вот это руны. Вот, смотрите. В сапогах. Там, в мече. Ну ладно. Я обещал, что это... А, это, наверное... Поменьше. Такие. Пасанчики. Ну, тоже круты. Так. Теперь, что же про систему игры. Насколько я знаю, тут всё как в Dark Souls. Тут есть... Тут отдельная зона под арену. И вас отдельно могут... Окей. А, то есть, это нам рассказывают про богов. Так, ну что, давайте зайдём, посмотрим. Это светлый бог, насколько я понял. Божество. Света. Солнце. Вроде бы человеческое подобо. И... Я бы не сказал, что... Прям уж доброта. О! Пробелом мы можем такой типа рыбок делать. Окей. Это игра какой-то такой гибрид ММО и РПГ. Именно сингловая РПГ. Потому что... Ну... Кто играл в Dark Souls, он поймёт. Потому что вас могут призвать... Тут, правда, не так это немножко происходит. Вы можете быть призваны. Вы можете сражаться. К вам могут вторгнуться. Вы можете вторгаться. Короче, такое дело. You champion. А, это вот этот типа. Я понял. Я уже смотрел на этих ребят. Что ж, давайте сеять хаос. Посмотрим на наше божество. Да, это такое нечто непростое. Ну ладно, давайте зайдём в это. И станем таким последователем местного божества. Confirm. Давай сюда. Как видите, вот эта тень... Это другой игрок. Аналогично, как в Dark Souls. Я не помню, что вышло первее. Это игра или Demon's Souls. Но задумки у них очень-очень похожи. Открытое достижение. Так, и это, судя по всему, будет туториум. Возможно, я не прав. Вот такой вот мирок, в принципе. Ну, графику, конечно, переработали под ПК. Но это всё равно не то. Вот смотрите, что это такое. Какая-то корова. Нет, это буйвол. Ага, господи. Ладно, чё-то надо сделать. Милли атака. Хорошо. Almost dead. Это мой ник. В стиме. Что это такое? Что вы? Что вы делаете? Ёпц. А их можно растоптать? Ну так просто. Мне интересно. Давай, блядь. Нет, судя по всему, нет. А что вот этот крик делает? Я чё-то не врубаюсь. Ну ладно. Они не топчатся. Но мы явно ломаем их поселение. Так, я смотрю, там уже ребятки тренируются. То есть это по-прежнему обучение. Ну, они не сложные. Что прям уж, прям уж. Сколько тут? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Ой, пардон. Четыре. Ну! Ей. Получилось? Получилось. Это какие-то ограждения, какие-то, блин. Какие-то костры они тут разводят. Они наверняка вот здесь вот живут. Как вы видите, люди это такое ничтожное создание. Которое просто путается под... Сейчас что-то... Ёбана мать! Ага. А я думал, что... Я самый большой в этом мире. Оказывается, не совсем это так. Так. Вот, как вы видите, с них выпадают души. Души это наша игровая валюта, за которую мы можем как покупать, так и продавать. Души мы также можем получить за донат. Так, по-прежнему обучение. Ага. Левый шифт это блок. Хорошо. Пока что это все очень сильно мне напоминает Darksiders первую часть. Потому что, ну, во-первых, блюда души, во-вторых, это... Какое-то такое все подустаржение такое. На, блин. А мана вообще какая-то есть? А, там откат есть. Ах ты, сука, мразь, тварь. И сюда. Как-то это все не очень комбинировано. Идет силовая, то есть, мили и араунд атак. Они как-то странно так сочетаются. Что это такое? Мне предлагают апгрейд, верно? Что это такое? Ну, хорошо. Вы наносите больше дамеджа. Атака. То есть, у меня есть уже 1500. Давайте посмотрим, что тут в сторе имеется. Ага. Ну, это не лучший, в принципе. А, о, смотрите-ка. Да-да-да. Давайте присмотрим себе оружие. Надеюсь, оно тут все-таки подается. На, хер там. Я думал, смогу тут меча того купить двуручного. Оказывается, нет. Печально. А вот тут так выглядит магазин. Как видите, довольно-таки серьезные цены. Но это уже такая хорошая броня, знаете ли. Как видите, тут все фиолетовое. Это... Это... Какой-то скилл, что ли? Что это такое? А, вот. Run, spin, boost, boost, and down, your... А, я вспомнил, что это такое. Это типа пассивные... Пассивные умения, которые вы докупаете. Если я, конечно, не ошибаюсь. Также тут можно еще где-то покупать руны. Да, вот это вот. Рунки в оружие, там вся херня. Все ты так... Что ты делаешь? Там нафкшит, наверное. Ну, ладно. Мы пойдем, пожалуй, дальше. Такая вот игра. Смотрите, тут везде черепа, линька, на всякого говна тут понакидана. Что? Ой. На меня тут всякое говно нападает. Больше душ. I need more souls. Надо просто комбушку запомнить, потому что... Но тут, к сожалению, наведения никакого нету, поэтому можно махать просто так, без толку. воздух. Так. Опа. Атак, спид, буст. Атак, спид, буст. Ага, на 30 минут всего лишь. Я понял. То есть, это даже не навсегда. Я думал, эти пассивки навсегда даются. Оказывается, нет. Ладно, давайте зайдем. Побегаю, наверное, минут 30, полчасика. Игрушка интересная, игрушка распространяется в стиме по системе фри-то-плей, так что вы можете играть и безозрения совести. Это по отличию от Dark Souls такая интересная херня. Ну, я не говорю, что Dark Souls неинтересен, просто Dark Souls нынче платный. Вот. А я вторую часть не стал покупать. Все по-прежнему поигрался в пиратскую. прошел ее уже там два или три раза. Но особое удовольствие от этого я не получил. Что за говно? уэф? Это что такое? Ну, Q плюс F я ж нажимаю. А, там откат. Бля, надо было мне сказать вообще-то немножко раньше об этом, ладно? О, левелап. Очень хорошая хрень. Какой-то там топор еще выпал. Ну, давайте, суки, че вы, бля, обоссались там? Не, все равно. Они будут лезть, пока я не отправлю их в мир игрока. Я прав? Да, я прав. Ну, ты фарь. О. Давайте, валите нахер отсюда. И вот, как вы видите, они отправились в мир того игрока, кто находился вот сейчас рядом со мной, которого я мог видеть. Также игроки могут отправлять такие подляны нам. Как видите, я сейчас хожу в своем измерении, их отправил в чужое. И они меня не видят им как-то похерну. Вот такая вот херня. Такая вот интересная штука, в принципе, как для того времени, это было большое новшество. Игрушка была интересна еще потому, что тут можно было поиграть именно за такую кровожадную тварь. как в Оверлорде. Там это все было больше комично, даже юмористично. Там, где вы собирали своих миньонов и могли либо заставить, чтобы люди вас любили, либо, ну, как вы поняли, просто гомсать их направо и налево без вообще каких-то зазрений совести. Так, что тут есть? Ёпки, открывайте. А с домов тут что-то падает? Да, смотрите, души там выпадают, за херами. Че происходит? О, о, красавчик. Ладно. Смотри, он, он, они на меня вылезли. Хипа, это что такое? Они слезли с меня нахер. Смотрите, он, они на мне сидят. Что это такое? Они вылезли мне на спину. Круто. А, ага, то есть я могу их жрать? Че, с себя? Давай туда. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Просто букашки. В-дроп. Ага, то есть я могу всех заставить спрыгнуть. Не-не-не, пацаны, давай. Смотрите, они могут прямо на мне жить. Интересно, они будут стрелять. Давай, пацаны, все на меня. Подкину. Дыру недорого. Ебать, я козу сожрал. Блин, я что-то не помню всех этих приколов, но это, блин, это настолько круто, насколько это вообще возможно. я не помню. Я не помню, немножко даже задрачивался в этой, ого. Что это такое, урон 32, клип, конечно, почему бы нет. А, я не помню, какой там кнопкой. и по-моему, интерфейс, как и везде. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, у нас есть этот херовый меч. Так, давайте этот починим. блин, 400 душ, ну да и насрать. В принципе, да. Так, это какие-то роны тут у нас есть. А, это все покупается, да. Мол, это у нас есть, оказывается, нет. Ну, вся броня такая, целая, в принципе. Пацаны, вам норм-то? Так, хорошая у меня сикач теперь. Как видите, в эту игрушку играют, она интересна, но графику можно пощадить. Они что, глядь, охерели, что ли, там, совсем, совсем дикие. Блин, это прикольно. они убили даже одного моего. Пацаны, давайте-ка сюда. Как видите, тут довольно гибкий билд, потому что, ну, тут есть система классов, но, насколько я помню, она там только после какого-то n-ного левела, то есть, 50-го или 60-го даже. Вы там получаете, короче, уровень, потом вы можете получить какой-то более продвинутый класс, но все время служа одному богу. Для того, чтобы послужить кому-то другому, придется, создавать другого персонажа. И, как вы видите, вот там я убивал людишек на алтарях вот таким специальным ножом. Это специальное жертвоприношение нашему кровавому богу. Что-то меня дамажит как-то. Это плохо. Может, надо иногда блокировать. Но, я заметил, тут уже нету спринта. Или тут его и не было. Окей. Слезь сейчас меня нахер. Вы там, пацаны, как норм? Вы что, прямо на мне кого-то убили? Или мне показалось? Ну, ладно. Блин, вороны такие здоровые. Знаете, по отношению к людям как-то этот мир очень несправедлив. Потому что, посмотрите, трава, ступеньки, камни и пиздец, какие большие стены. А как бы люди, они вообще совсем ничтожны. Так, ну, кип. Давайте возьмем, посмотрим, что это такое-то. Ну, то есть, как она по характеристикам эта пушечка? это 35. Но это левелом выше. То есть, это 3-1, а это 1 просто вообще. То есть, я вот эту хотел купить, в принципе, ну, поначалу. Но у меня теперь есть хороший меч, поэтому нахер надо? О, пацаны, здорово. Интересно, сколько я могу их на себя нацепить? Вау, прям. Да вы посмотрите, они меня облепили, как муравьи. На шлеме сидят. На спине сидят. Вообще, сберепшие какие-то. Смотрите, в глаза, в рот, в нос, везде. Если бы не было шлема, я бы думаю, они у меня во рту уже пожили. Что за... Да-да-да, что такое? Пошли вон. Пошли вон ничтожество. Как видите, там у меня квесты есть, которые показывают, что мне нужно убить 40 этих маленьких ничтожных выродков. Давай, еще двое. Во, вы. Все, похоже на там. Во. еще одно жертвоприношение, как вы видите. Просто оторвал ему башку нахер. И земля меняется под нас, то есть под нашего бога. Мы делаем этот мир ужасней, чем он был. Так, давайте-ка еще соберем местную армию. они как-то смотрите. А, все, это похоже предел. То есть, облепить себя полностью, таким стать человеком, даже не человеком, а созданием хаоса, облепленным людьми, это не то. и сразу же набрасывается воспоминание про Shadow the Colossus. Тоже такая великолепная игрушка была, там ты действительно был муравьем в пустом мире, в очень красивом мире. Если кто помнит эту игрушку, это просто было нечто. а, людишки пропали, смотрите. Придется опять собирать. Титаны, боги, вся херня. Что же, о, там что-то такое интересное, забавное вообще. Что, давайте еще чуть-чуть пробежимся до 35, может чуть больше, минуточек. Ой, всякого говна тут она вылазила. леви ламп. Очень даже неплохо. Показывает мне вот какую-то секиру. Ага, go to store. Нет, спасибо, в магазин я уж не пойду. Ой, пардон. не та кнопка. Бля, а вы откуда? Ага, на, блядь, забирай их назад, дебил. Что, сука, умный, что ли? Напаскудил мне тут. Говношлеп. Все, давай, удачи тебе. так, он, как видите, вот, игроки могут делать друг другу вот такие вот подлости, если их кто-то афкашит там на месте респа мобов, то игрок может сделать вот такую вот подлость и его убьют. или ты не дохнешь, тварь. Хуже это победа. так. Тут мне указывают на некую... О, подождите, а это что? Не понял? Это типа мне нужно от них отбиться, что ли? Ну, неплохо. Че, такие вот пока что ближайший вообще ориентир это Darksiders 1, потому что там было много всего такого. То есть в принципе как слэшер эта игра очень ему уступает, но вот это даже вот это добивание оно практически из той игры. Или наоборот Darksiders вдохновлялись именно этой игрой. Этого я не знаю, но блин, все чертовски похоже и по стилистике и вот по тому, как это все играется. Да, там это все было красивее и куда, куда, куда покруче. Ух ты, тварь, смотри. Смотри, какой отчаянный. Третья волна. Ну, блин. Интересно, а меня тут могут запинать вообще? Ну, такие мобы, по крайней мере, мне кажется, это еще, все же еще обучение, но все равно, я думаю, они могут меня запинать если чем. Да, блин. все никак, ребятушки, не отойдут. Эта игра все-таки про казуальные вещи. Эй, ты какого хера туда вылез? Засранец. Ага. Так, и что я сделал? Похоже на очередную точку захвата. Интересно. Теперь этот товарищ не стал отправлять ко мне своих миньонов, так сказать. Ну, то есть, не миньонов, а тех, кто с ним сражался в своем бою. Так, некое копье, 32. Мы его возьмем, в принципе, с собой. Почему бы нет? Неплохая такая херня. С этим уже взаимодействовать нельзя. Ну, то есть, мы открыли точку и все нормально. Так, а дальше что? Следующая точка там. Ну, давайте туда. Почему нет? Это рядом. Ух, бля, ты что? Ты что, серьезно что ли? А ну-ка. Это сработает? Да, похоже на то. Ага. Я тебя даже блокать могу. Но лучше от тебя уворачиваться, потому что ты больной какой-то. Я смотрю, тут жизни, когда блокаешь, не уносят. поэтому, мне кажется, с боссами никаких проблем не будет. Ох ты. Силен, силен. Сука, мразь, тварь. начал увлекаться. Больной что ли совсем? А ну-ка, добивашку давай сюда. Ух ты. Ну, это все красиво, знаете ли. Довольно неплохо, круто анимировано. Я не ориентируюсь на наш манер, на 2014 год. Я ориентируюсь все-таки на игру 2004 года и на мою память. И мне по-прежнему кажется, что это все очень и очень круто выглядит. Если бы эта игра вышла в то же время на ПК, то есть это 2004, ну, повторюсь, я точно не помню, но по-моему, это был 2004 год, я даже где-то смотрел. Вот. Если бы она вышла именно в то время, то есть она тогда вышла только на Xbox, и то я не помню, по-моему, это был 60, 360 бокс. Или нет? Что-то как-то смутно я это все помню. О, такое дело. А я тут был. Я тут уже был. Так, там еще чувачок дерется, и у нас еще одна точка, верно? Давайте ее, пожалуй, и откроем. На этом можно будет заканчивать первый взгляд. Дальше все будет, естественно, круче и веселее, но это все-таки А, это все, что мне нужно сделать, убить этих 8 гоблинов? Людей убивать не обязательно? А можно его захапать как-то, я не знаю. Так, четвертый уровень. Ух ты, мразь, тварь, ничтожество. А, это опять же волнами, я думал, это обычная херня, а тут оказывается вот такая вот защита на алтаре еще есть. Что, все? Давай следующую волну, или это все? Похоже, что все. Так, ладно, приготовься. Ну, все, в принципе. И вот так мы постепенно будем подчинять все регионы, карты хаос. Пацаны, это все all the board. Хотя это прозвучало, я прям не знаю. Что? А, вот это пвп, кстати. Я хотел это вам показать. Так, такой шлем, что-то какой-то зачарованный этот, сапожки, ну, такое, типа, странное все, я вам скажу. пацаны, блядь, и уже сразу шел, как-то. Что ты делаешь, мразь-то тут тупая? Блокай. ну, какой-то он немножко тупой, я вам скажу. Либо он просто дегенерат, либо я не знаю, что это было. Окей. А я куда-то отправился, короче, херозно. А, похоже, это он вторгся в мой мир, или нет? Или да? Что-то вообще странное, непонятное, или нет? Ну и ладно. Мы победили, и это был просто какой-то лошок, судя по всему. Потому что, ну, ничтожество, считайте, он даже ничего не смог мне сделать. Так, давайте поедим немножко. Один эксп из-за человечка это немного. Так, какой-то топор. А тут можно прямо сразу сел. Конферн. Почему нет за 85 душ? Так, давайте посмотрим. Блин, с какой, почему я нажимаю скейт? Ага, то есть, вы видите, постепенно открываются такие вот, ну, с уровнем открываются новые предметы в магазине. То есть, вы сразу не можете затариться по топу. С уровнем у вас все больше и больше шансов получить нечто хорошее. А, и вот это вот, как видите, справа вот мускулы показывает человечек. это рунки, которые уже вставлены в оружие. Вот тут, например, их нет и видите, они, тут есть просто гнездо для этой рунки. Такая вот херота. И как вы видите, они отображаются вот на лбу, например, или вот в оружии. Так, а что у меня есть еще? Чинить это не нужно, меня, в принципе, не накоцали. 35, 35. Я копьем не хочу пользоваться, оно мне не импонирует. Интересно, а можно тут каким-то типа творучным оружием? Ну, то есть, по оружием в каждой руке. Было бы очень-очень забавно. Такой, мало того, что титан, гигантский, так еще и берсеркер. Это было бы вообще забавненько, честно вам сказать. Так, что это такое? Ну, что, давайте еще замесим парочку. Они почему-то... А, не, не все. Я думал, почему-то они все пятого уровня. Оказывается, не все. это просто такой... Я даже не знаю, может, это... Это даже челленджем, в принципе, нельзя назвать. Они просто... Просто ничтожество. Ни на что не способны. Вряд ли они способны меня убить. Так. 40. Это что? Это даггер? Или это меч? Давай посмотрим. А, вот это меч, да? Ну, да, это меч. Давайте посмотрим его вообщем. О, стоп, перчатки сломались. Ну, как сломались? Так, ну, 38 душ, это не деньги. Давайте тогда уж, раз пошла такая пьянка, все отремонтируем. Почему бы и нет? так, 44. О, так это хорошее хорошее. Ну, посмотрите. 44. Так, а их можно прямо сразу тут продавать? Да, можно. И сколько? Она за 11 душ, это, блин, прям капец, как, как много. всю жизнь мечтал с такие цены продавать. Ладно, че уж что, давайте еще починю бронь. В эту игрушку можно играть очень долго. Она в определенном смысле даже затягивает. Ну, если уж играть, то по стилю игры она будет похожа на Диабло. Потому что Диабло, в принципе, затягивает, но это сплошной гринд. И тут, я чувствую, будет тоже очень много гринда. Да, ёб твою мать. Че ж ты такой конченый-то? Они взрываются. Надо запомнить. Еще есть один прикол. Вот эта вот способность, типа, отправлять врагов в мир к другому игроку, она работает только при условии, что рядом с вами находится этот другой игрок. Просто так отправить их в рандомный мир не получится. Ну, нормально. Он их так раскидает, в принципе. Вообще, бонусы идут, экспо льется. Там, смотрю, души тоже набираются неплохо. Это мало того, что сплошной гринд, это еще и постоянное месиво. Это все-таки слэшер. Эта игра много на что похожа. Похожа, как я уже говорил, на Dark Souls и очень сильно мне, по крайней мере, мне, похоже. Ёпта, вы че, серьезно, что ли? По крайней мере, мне она очень напоминает Darksiders первую часть. Может, для новых игроков она, для нового поколения геймеров она будет напоминать Devil May Cry. Для тех, кто не играл в такую часть, как Darksiders, это довольно прискорбно, потому что один из лучших слэшеров вообще. А вы посмотрите, они меня разматывают по чуть-чуть. блин, ты сволочь такая. Че, вроде победа, да? Destroy, бейффакерс. Че, это мне? Пронесло? Ого, 8 тысяч душ. Ёбушки, воробушки. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. 8 тысяч душ, это, конечно, круто. Че я могу купить за 8 тысяч? Ого. ню-м-м. Мм-м. Нью-айтом. 44. О, смотрите-ка, 204. ебушки. Это круто. 168. Ну, вот это пока самое крутое. Но оно и стоит, соответственно. Вот это 156, вот это 168. Такая интересная херня, честно вам скажу. Это аж на 6 уровень, а я пока что 4. Так что ничего подобное я купить не могу. Вот это вот, в принципе, очень крутые такие доспехи. Поэтому давайте, почему бы и нет. Вот я купил крутые доспехи, теперь давайте еще посмотрим крутые перчатки. Так, это все на 5. это еще на 3 есть. О, вот этим на 6. Не подходит. Ладно, перчатки брать не будем. Вот, на 4 есть, неплохие. И на 3. Так, 112 и 120. Ну, эти, блин, по виду такие. Ну, они сюда не подходят. Не под сет. Не под сет. Так, это 7, это 5. Это 5. Давайте вот эти возьмем. Почему бы и нет, пока деньги есть. Воу, воу, что? Что такое? А, эти 5 тысяч стоят. А, что же я на цену-то не смотрю? О, мать. А какого хера они такие дорогие? М? Ладно. Хер уж с ними. Ладно. Давайте еще тогда меч посмотрим. Так, ну, тут вообще жопа прям. Прям 14 тысяч. 3 с половиной, 11 тысяч, 4, 100. На этот бы меч подкопить, конечно, но тут все пока мне не по уровню, поэтому no, thank you. Давайте, я не знаю, цапоги возьмем. Вот эти. Нет, это как-то говно. Ебово. Давайте вот это. Вот. Че ты как модница на распродаже, а? Бери уже. И... Это нельзя взять. Это такое говнище, да нища. Блин, не хватает, цыка. Ладно. Че, сколько ты хочешь за, за вот эти? 7 душ? Ну, спасибо. Это очень, очень много. Да, держи. Главное, не продать то оружие, которое я имею нынче. Ага, то есть, его нельзя. Хорошо, конферн, тогда починим. 1800. Ага, у меня тут. А, у меня тут. Да не будем, в принципе, брать. На хер они нужны? Эти, блин. На плечи. Ну, че писть, да конечно. А, я ж точно, я же еще хотел меча взять. Че я туплю-то? Или на меч, а не, на меч у меня вообще не хватает. Че-то, че-то я начинаю тупить. Наверное, стоит уже ложиться спать. Потому что, че-то меня разбирает всегда писать, эм, первые взгляды, именно ночью. Причем, довольно поздний. Так, сколько тут у нас? 1200. Неплохой такой шлемак. Но согласитесь, мой выглядит значительно побрутальней. Вот такая вот игрушка. Пацаны, вам там как норм? Давайте-ка, спрыгайте с меня. Нахер. Пацаны, молитесь мне. Вот. Они, видите, они мне молятся. Это хорошо. Это значит, они меня уважают. Уважайте силу. Что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. Ты, блядь, штопанный дебил. Из-за идти. Вот. Всем спасибо за просмотр. Еще раз. Вот такая вот игрушка. Ascent Hand of Call. Выпущенная в 2004-м. Портирована на ТК. Распространяется в Стиме по системе Free-to-Play. Поэтому скачивайте, играйте. Очень-очень годные. Ненадолго, но, я думаю, вам понравится. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.